Добрый вечер, уважаемые телезрители! После небольшого перерыва с вами вновь я, Надежда Постовая. Сегодня 15 июня 2011 года. В этот день, в 1502 году, Христофор Колумб открыл остров Мартиника. В 1978 году был запущен советский пилотируемый космический корабль «Союз-29». А в 1999 в Бельгии запретили продажу «Кока-Колы» из-за повышенного уровня химикатов в ней. Вот такой калейдоскоп событий на день сегодняшний. Но говорить мы сегодня с моим гостем, конечно, будем не об этом, а о других темах. Сегодня в этой студии присутствует очень интересный, поверьте, собеседник. Мне бы хотелось сразу после представления, чтобы она, эта женщина, поприветствовала всех вас, уважаемые телезрители, своим особенным приветствием, фирменным, я бы так назвала. Итак, у нас сегодня в гостях Галина Александровна Лыско, руководитель управления по вопросам семьи и детства. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый, замечательный, чудесный, слегка душный, но прекрасный июньский вечер. Вот это то, что я обещала. Галина Александровна, спасибо большое за такое приветствие. Умение создать позитивное настроение, качество весьма ценное, особенно в семье, чего мы, наверное, в начале нашей программы всем зрителям желаем. Галина Александровна, какие бы главные проблемы современной семьи вы назвали? И я сейчас этот вопрос задаю вам не как должностному лицу, а как женщине и маме. Ну, вообще известна фраза, что современная семья переживает кризис. Кстати, этой проблеме посвящены многочисленные исследования, монографии, защищены научные работы. Но, на мой взгляд, я бы выделила такие особенности семейных отношений сегодняшних. Это легкомысленные отношения к браку. Сегодня мы встречаемся с такими терминами, как гражданский брак, или незарегистрированный брак, или временный, или пробный брак. И когда, сталкиваясь с семейными проблемами и приходя в семью, или помогая семье выстраивать семейные отношения, мы говорим о том, что незарегистрированный брак, а значит, молодые люди, мужчина и женщина, являются сожителями. Юридически. Да, сожителями. Как правило, они обижаются и считают этот термин для себя оскорбительным. Но ведь на самом деле это действительно так. Кстати, это именно термин закреплен в нормативно-правовой базе, в семейном кодексе в том числе. Поэтому брак может быть только зарегистрирован в органах ЗАГСа. И тогда этот брак накладывает определенные обязанности на супругов и определенную меру ответственности. И я бы еще хотела выделить одну проблему. Это, конечно, снижение родительской ответственности, проблема семейных отношений. Очень часто мы сегодня слышим термин «мать-одиночка». Но ведь этого не может быть в принципе. Мы с вами прекрасно знаем, что к рождению ребенка обязательно имеют отношение двое. И частные двое, как можно. И папа, и мама. Поэтому, когда мы говорим, что мама-одиночка берет на себя проблемы по воспитанию, по содержанию детей, мы говорим, что это женщина, самостоятельно воспитывающая ребенка. Потому что матерей-одиночек не бывает. И считаю, что воспитание детей – это обязанность двух родителей. И папы, и мамы. Несмотря на то, в каких бы отношениях юридических они находились на данный момент. Без сомнения, родительство – это очень тяжелый, повседневный, ежедневный труд. И наградой за этот труд, как правило, бывают успешные и счастливые дети. Говорят, что если семья не станет святыней, то Россия будет пустыней. И, наверное, трудно не согласиться с этим выводом, с этой сентенцией. И мне бы очень хотелось напомнить, что семья – это все-таки маленькое государство. И я бы хотела всем телезрителям пожелать охранять внешние границы своего государства и выстраивать свою государственную внутреннюю политику на взаимном уважении, на доброте и на счастье. Спасибо за такие сравнения. Они действительно заставляют задумываться. Галина Александровна, вот только-только началось лето. Расскажите, чем будет отличаться летняя кампания этого года и какую роль во всей этой большой работе играет ваше управление? Да, действительно, начались летние кампании, летние каникулы. Летняя кампания готовилась давно. С января месяца межведомственная комиссия, которого возглавляет первый заместитель главы района, курирующий социальные вопросы Дмитрий Михайлович Литвиненко, ставила задачу всем службам, которые занимаются организации отдыха детей, разрабатывать планы, строить их, готовить их выполнение, реализацию. И сегодня уже летняя кампания практически началась. Глава нашего района Анатолий Владимирович Разумеев ставит задачу стопроцентного охвата летним отдыхом каждого из 30 тысяч детей, находящихся на территории нашего района. Задачка не из легких. Ну, я думаю, что вполне решаемая. Тем более, что сегодня предлагается многообразие видов летнего отдыха каждому ребенку на территории нашего района. Галина Александровна, вот интервью у людей на улице, не подготовленных к вопросам, которые им будут задавать, дает информацию о том, какие представления о той или иной проблеме или о той или иной теме у людей, что называется, в голове. Вот так, экспромтом. Мои коллеги сегодня утром остановили буквально несколько человек и задавали им ровно по три вопроса. Первый блок ответов мы посмотрим сейчас. А Галина Александровна, я попрошу прокомментировать увиденное и услышанное. Давайте посмотрим. Ну, у нас дети ходят на площадку при школе. Ребенку очень нравится там. Водят везде. И на бассейн водят. И в парке гулять. И в северный парк. И все, что мне нравится, это лагерь. Дети Кубани у нас акция. Бесплатно отправляют детей в лагерь на три недели. Вот это вот хорошо организовано. Ну, я считаю, что вот здесь и администрация школы, и администрация города и района приложили все силы для того, чтобы охватить стопроцентный. Охват был детей летним отдыхом. Вот в нашей школе тоже летняя площадка. И я думаю, что для родителей это большой плюс, потому что родители уйдя на работу знают, что их ребенок находится под присмотром. Не только под присмотром, но он и накормлен. И с ним проводят различную досуговую деятельность, развивающие игры, физкультура. Ну, короче, ребенок под присмотром. Родители уже могут на 100% работать, не волнуясь за своего ребенка, его досуг. Я еще пока не знаю, потому что у меня детки только пойдут в школу в этом году. Поэтому я еще пока ничего не могу сказать. Но ничего такого положительного, например, и отрицательного я не слышала. Я считаю, что несправедливо. Допустим, на летний период я не могу поехать в санаторий с детьми. Хотелось бы, чтобы больше уделялось. Хотелось бы, чтобы поддержка какая-то была от государства больше социальная. Галина Александровна, прежде чем я предоставлю вам слово прокомментировать отзывы о летней кампании наших телезрителей, я хочу напомнить, что сегодня, как и всегда, мы работаем в прямом эфире. Титр вы сейчас увидите. Телефоны нашей редакции прежние. 4-11-51-8918-235-1929. Звоните, пожалуйста, ждем. Галина Александровна, прокомментируйте. Мы услышали и о программе «Дети Кубани», и о том, что мама детей дошколят никоим образом не причисляет себя к летней кампании своих детей, и о том, что есть некая несправедливость даже. Хочет мама с двумя детками поехать, но не видит такой возможности. Ну, я хочу сказать, что с прошлого года наше управление является уполномоченным органом, который предоставляет бесплатные путевки в загородные лагеря Черноморско-Азовского побережья и степной зоны. Бесплатные, еще раз подчеркиваю, путевки. 100%. Да, да. И путевки для санаторного лечения деткам, которые в этом нуждаются. И я хочу сказать о том, что... Хочу начать с последнего выступления, с последнего комментария. Это Екатерина у нас была? Екатерина Савельева, да. Которая сожалеет о том, что в летний период не может отправить деток на санаторное лечение. Медики утверждают, что наиболее эффективное санаторное лечение у нас наблюдается именно в осенний и осенний период. Поэтому путевочки для детей предоставлялись в весенний период и будут предоставляться в осенний период. Мы ждем Екатерину Савельеву для того, чтобы оформить помочь ей документы и обеспечить путевками в санаторий по профилю заболевания для ее детей. Ну а если говорить о детках, которые еще не пошли в школу детсадовского возраста, наверное, круглогодично работающий детский сад дает возможность находиться детям под присмотром во время работы мам. Хотя санаторные путевки для деток, которые нуждаются в этом, предоставляются с 4-летнего возраста. И мы тоже ждем маму, если она считает необходимым, пролечить своих деток в санатории.